Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова С натовцами вообще складывается ощущение, что украинских солдат на фронте то ли не осталось, если осталось, то их мало. Мол, иначе бы они, как и обещала та же Симоньян, на раз-два победили. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. А вот с НАТО приходится повозиться. Сейчас, когда реально 100% мы видим, что с нами воюет НАТО, естественно, что арсенал средств воздействия с нашей стороны должен расширяться. При этом особо упоротые пропагандисты не раз и не два прямо призывали бомбить территорию НАТО. Мол, хватит панкаться, нужен удар по центрам принятия решений. Все-таки центры принятия решений находятся не на Банковой улице, они находятся в совершенно других местах. Это Вашингтон, это Пентагон, это Брюссель, это МОНС. Звали и весьма конкретные страны, где должны были упасть российские ракеты. Помимо, конечно же, США, речь шла прежде всего о Польше и Румынии. Может быть, уже сказать, что мы считаем легитимной целью польские аэродромы, куда сегодня приходят помощи из Америки, из Британии, румынские базы. Ведь именно через эти страны в Украину идет западное оружие. Это вопрос об окончании нацизма, который достиг таких степеней, что он уже стремится вылиться на просторы Российской Федерации и начать уничтожать мирное население. И чтобы это остановить, вы должны убить их раньше. И народ российский в большинстве своем подобную риторику, конечно же, поддерживал. Просто напомним вам типичных зрителей Соловьева во время опросов. Бейте под центром принятия решений. Вы обещали, вы дали нам слово. Но вот весьма неожиданно мечты патриотов сбываются. На территорию Польши падает ракета. Гибнут люди. Короче, все, как на многочисленных ток-шоу и хотели, и даже планировали. Когда всю Украину перемелем, мы Польшу перемалывать будем. И здесь бы и чиновникам, и пропагандистам сделать громкие заявления. Мол, а мы предупреждали? Дальше еще страшнее будет. Но вместо этого начался очень забавный вой и плач. Ребятушки, не мы это. А если и мы, то не специально. Мол, сколько можно на Россию клеветать? А виноваты так вообще хохлы. Ракета упала в Польшу. Украинская. Ну, конечно, это провокация. И здесь, конечно, очень хотелось уточнить. А чем вызвано подобное тактическое отступление? В чем, собственно, проблема? Вы же языком с НАТО и так, который месяц воюете. Да, ребята, мы воюем против НАТО на территории Украины. НАТО воюет против нас. Чего тогда бояться активации пятой статьи договора коллективной безопасности? Ну же, господа хорошие, будет ответ на этот вопрос. Иначе придется признать, что получаете по ушам вы от Украины, которая в 28 раз меньше по территории и по населению в 4 раза. Хотя, ой, что это мы врём? Есть же честнейший Соловьёв, давным-давно заявивший, что украинская армия оказывается больше российской. То, что сейчас происходит, такого типа военной операции, по-моему, мир не видел. Уж точно. С такой плотностью боя и такой ненасыщенностью войсками. Мы разбираем армию, которая в 7-8 раз превосходит нас по численности. И слушая подобные перлы, вообще непонятно, смеяться или плакать. Впрочем, так бывает, когда люди были уверены в лёгкой победе. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё. И не надо никаких людей. Два часа. Через два часа Украина не будет. Всей, полностью! А сейчас буквально на ходу выдумывают отмазки, чтобы оправдать забеги своих чмонь. Ну а чтобы понять реальные настроения по ту сторону баррикад, пропагандистов слушать вообще не надо. Ведь на словах можно с кем угодно воевать и даже побеждать. Да только в реальности куда важнее дела. А они, вон какие интересные. На территории Крыма, под моим контролем, в том числе, проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Да вы что? Подождите. Мы всё правильно поняли, что в Крыму начали окопы рыть и оборонные сооружения строить? То есть люди за девять месяцев прошли путь от зачистки Киева и Одессы? Шесть десантных кораблей, которые могут взять одну-полторы штурмовых бригады морской пехоты. Это вполне достаточно, чтобы вся бандеровская сволочь, как только они будут приближаться к берегу, успела добежать до польской границы. До организации обороны Крыма. А на те гауляйтеров типа Пасечника и Балицкого мы вообще молчим. Никто Мелитополь, Токмак, Васильевку, Энергодар и другие города Запорожской области не сдаст. Да, переживаем, но никакой паники нет. Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим. Поэтому ситуация напряжённая, но под контролем. Эх, ребятки, ваши влажные песни о главном, может быть, кто-нибудь бы и воспринимал всерьёз, если бы не вот этот паренёк с ровно такими же текстами. Всё в порядке вообще на приграничной территории Херсонской области, которая ни на метр не звинулась, несмотря на все заявления у кронацистов о каких-то продвижениях к Херсону. Поверьте мне, что скорее мы зайдём в Николаев уже в ближайшие недели, и оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире. И что же теперь? Херсон — тю-тю, Стримаусов — в гробу. А теперь угадайте с одного раза, кто мог убрать ненужную пешку в последний день перед сдачей Херсона. Ответ как бы очевиден. Впрочем, он был очевиден ещё во времена Дрёмова, Захарченко, Гиви и всех остальных деятелей, ровно когда они начинали считать себя серьёзными фигурами. Стримаусов же был обречён после вот этих слов. Министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. То есть, когда кукла предлагает кукловоду застрелиться, ей не стоит после удивляться типа аварии, а был бы менее болтлив, сидел бы сейчас как дед Сальдо в генические и веселил народ историями, мол, встреча в ВСУ в Херсоне была постановкой. А массовку, чтобы вы знали, из Николаева завезли. Подвезли несколько автобусов со стороны Николаева, и эти люди, в общем-то, выражали радость и приветствие и бурно ликовали. То есть, бурно ликовали они точно так же, как, допустим, ликуют в комедийном жанре фильмы или там спектакль театра. И ты смотришь все это и думаешь, ну вам-то самим от подобных сказок легче? В Херсоне, если что, и в начале войны 10 тысяч местных с флагами на площадях были. Добой! 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 Ваши земли! Ваши земли! Или, может, тогда тоже из Николаева массовку привезли? Впрочем, давайте дадим людям возможность тешить себя иллюзиями. Ведь иначе совсем патриоты в депрессию впадут. Ведь сложно жить, когда месяцами ждешь побед, а их просто нет. Ну, кроме героических обстрелов украинских ТЭС. В Киеве тотальный блэкаут. Город парализован, огромные пробки из-за затяжной тревоги и прилета. Мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. Ах, вы бы видели, как эти жалкие радуются каждому прилету. Мы в этом случае имеем все возможности их вот тут, что называется, либо перетопить, как крыс, либо просто довести до такого состояния, когда сопротивление будет бесполезно. Вот эти кадры, которые мы покажем. Проблемы с электричеством и водой уже наблюдаются в большинстве крупных городах. Свет в киевских многоэтажках мигает, словно бы цветомузыка на дискотеке. Газеты даже целые статьи одному сгоревшему трансформатору посвящают. Трансформатор украинской электроподстанции после российского удара. Он распределял электричество на 400 тысяч человек. И они, кажется, реально не понимают, насколько позорно это выглядит. Собирались в начале войны города брать и в парадной форме по Крещатику идти. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. А спустя 9 месяцев радуются побитому трансформатору. Впрочем, в Кремле считают, что подобные обстрелы заставят украинцев требовать от властей переговоров. Послушайте вот, что Песков говорит. В Кремле заявили, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров. Но у нас для Пескова плохие новости. Протесты и Майдан реально могут быть. Но только в том случае, если кто-то из чиновников, наоборот, согласится на переговоры. И здесь мы президента Зеленского процитируем. «Лучше без света, но без вас». При этом всем вдвойне забавно, как российская или новоросская ватушка радуются ударом по ТЭС. Там диваны плавятся от народного счастья. После вот таких прогнозов от пропагандистов. «Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не учиться». Но лично нам кажется, что для многих адептов секты «Путин введи» – это гол в свои ворота. Ведь смотрите как, не нужно далеко ходить. В том же Донецке, который Россия считает своим уже более полугода, нет воды. «Последний раз вода была 1 мая. И больше даже не мокреет кран. На все обращения отвечают, что не хватает давления». Люди дерутся за воду и сливают ее из батареи, от чего отоплением в большей части ордло и не пахнет. Но путинские бояре тратят миллиарды долларов на ракеты, а не на благополучие граждан, которых, еще раз, считают своими гражданами. И пока вся страна радуется отключением света в Киеве на полдня, в том же Донецке уже давно гуманитарная катастрофа. «Как вы планируете справляться с ситуацией с зимой, когда наступят морозы, будет гололед и холод?» «Будем умирать от холода. Мы будем умирать от холода. Но об этом на федеральных каналах ни слова. Да и правильно, а то же еще, не дай бог, холопы осознают, как глупо над кем-то смеяться, когда, типа, свои концы с концами сводят. Но именно такие примеры идеально иллюстрируют всю суть путинской империи зла, где нелюдям интереснее разрушить чужое, чем построить свое. А горе и страдания мирных жителей используются как средство для переговоров. И в этом свете очень хочется верить, что добро окончательно победит зло. Сколько бы мяса и железа в своей агонии, это самое зло не бросило на верную гибель. Редактор субтитров А.Семкин